В этом видео мы начнем рассматривать падежную систему и объектное спряжение глагола. Для начала давайте рассмотрим падежную систему. В северомантийском диалекте существует 7 падежей мыстоимений и 6 падежей у всех остальных частей речи, которые могут изменяться по падежам. Давайте просто взглянем на таблицу. Значит, первый падеж, именительный падеж, он же номинатив, отвечает на вопросы кто, что и для всех частей речи, кроме местоимений, отвечает еще и на вопрос кого, чего. Здесь у нас никаких изменений не происходит и слово берется в первозданном виде. Дальше, винительный падеж, он же аккузатив, отвечает на вопросы кого, чего. В аккузативе у нас изменяется только местоимение, а для остальных частей речи мы можем сказать либо, что этого падежа не существует, либо что он совпадает с номинативом. Разницы здесь никакой и не будет, по сути. Дальше, направительный падеж, он же латив. Он отвечает на вопросы, связанные с направлением, например, куда, к чему и так далее. И здесь добавляется окончание n. Дальше, местный падеж, он же локатив, отвечает на вопрос где, в чем и так далее. То есть вопросы нахождения где-то, в чем-то. Здесь у нас добавляется окончание t. Дальше, творительный падеж, он же инструменталист. Он отвечает на вопросы кем, чем. И здесь у нас добавляется окончание тыл или ил. Дальше, отложительный падеж, он же облатив. Он отвечает на вопросы от чего, откуда и так далее. И здесь у нас добавляется окончание ныл и ил. Иногда, кстати, трудно понять, в каких случаях применен облатив, а в каких инструменталист. Это становится понятно уже из контекста. Дальше, превратительный падеж, он же транслатив. Отвечает на вопросы во что, превратиться во что. Вот такие вопросы. И здесь у нас прибавляется окончание г. Первый падеж, который мы рассмотрим, это номинатив. Мы будем отталкиваться от предпосылки, что в мансийском языке акузатив везде, кроме местоимений, отсутствует. А это значит, что номинатив отвечает, в том числе, на вопросы кого, чего. В таком случае можно сказать, что номинатив применяется как показатель как субъекта, так и объекта. Такая предпосылка может быть сформирована только в рамках северомансийского диалекта. В остальных диалектах существовал вполне себе полноценный акузатив. Но здесь мы этого, конечно же, рассматривать не будем. Рассмотрим два глагола. В том случае, когда номинатив отвечает на вопросы кто, что, мы можем сказать КОЛОНЛИ, ДОМ СТОИТ. Кто? ДОМ, КОЛ, что делает СТОИТ? ОНЛИ. А для того, чтобы увидеть, как работает именительный падеж, номинатив, отвечающий на вопросы кого, чего, нам необходимо рассмотреть объектное спряжение глагола настоящего времени с объектом в единственном числе. Итак, поехали! Значит, ваше следующее домашнее задание уже второе по счету. Попробуйте пораспрягать следующие глаголы в безобъектном и объектном спряжении с объектом в единственном числе. Советую вам сделать его сейчас, потому что эти глаголы вам сейчас понадобятся. Варункве. Делать. Онщункве. Иметь. Торгамтанкве. Понимать. Яктункве. Резать. Тотункве. Нести. Ханищ танкве. Учить. Лавункве. Говорить. Ётункве. Покупать. Синум танкве. Обнять. Эруб танкве. Любить. Ёвны танкве. Ударить. Очень важный момент. Если у нас объект неопределенный, ну, например, он строит какой-то дом, непонятный дом, то мы можем сказать То есть мы используем безобъектное спряжение. А что, если вместо слова кол мы воткнем какое-нибудь местоимение? А произойдет вот что. У местоимения существует аккузатив. Сейчас мы их внимательно рассмотрим. Ам. Аанум. Меня. Нан. Нан. Тебя. Тау. Таве. Его. Мен. Мен-мен. Нас двоих. Нен. Ненан. Вас двоих. Рассмотрим примеры с местоимением в единственном числе. Примеры с местоимением в двойном и в множественном числе мы рассмотрим в следующих уроках. Он меня обнимает. Я тебя люблю. Они его ударяют. Теперь пополним немножко наш словарный запас. Пенут. Еда. Нянь. Хлеб. Ньоль. Мясо. Вит. Вода. Щаквид. Молоко. Мис. Корова. Пил. Ягода. Паля. Овца. Вой. Масло. Пахмал. Широкий. Оща. Узкий. Ос. И. Так же. Ман. Или. Манус. Или же. Кстати, оно используется чаще, чем ман. Тул. И. Улпл. Наверное. Йод. С. С. Чем-то, допустим. Те портенвоз. Приятного аппетита. Спасибо. Ты колса какарс. Ати, тако тако. Тако тако тула паху. Соль. Ты колпес. Нам ты колтолейн. Ати, антотолейн. Антотолейн. Антоттунча я толеум. Нанта вьевален. Антотхойча толи. Ама твалам. Тауман рувари. Ама твалам. Упл. Матерпену твари. Матерпену твалам. Матерпену твалам. Ам нянь як твам. Ммм. Тихоатл нянь вой ёк тэнцю патрел. Ам ам. Ньо валянча яйн. Ати. Куланча яйн. Ати. Ньо валянча кулати. Мен куланча яйн. Те портон боск. О. Куланча яйн. Субтитры подогнал «Симон»!